Сегодня мы разберем на вебинаре такую тему, как акупунктура вместе с Ведопульсом. На сегодняшнем вебинаре у нас будут разобраны следующие темы. Это акупунктура и прижигание как основные методы в традиционной китайской медицине, древние и современные методы диагностики в традиционной китайской медицине и методы лечения, доступные в Ведопульсе. Так как я первый раз общаюсь с вами, мы еще друг друга не знаем. Сейчас я расскажу немного о себе, а вы в чате напишите, из какой вы страны, потому что здесь все есть представители разных стран. Меня зовут Сергей Косинцев, я специалист отдела разработок компании Ведопульс. Я уже более 15 лет занимаюсь классическими вариантами иглоукалывания и современными аппаратными методиками. Также моя специализация – это традиционная китайская медицина. И в настоящее время я не останавливаюсь на достигнутом и прохожу обучение в Германии по традиционной китайской метафизике. Жду ваших ответов в чат, поделитесь, из каких стран вы к нам пришли и слушаете вебинар. Пожалуйста, я waiting for your answers on our chat, where are you from, what countries you represent and maybe what is your field of professional interests. You're welcome. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите активно в чат, чтобы все пользователи видели, как многообразна наша география. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в чат, это наш канал интерконнекции. И мы увидимся, что наша география в таком случае. Благодарю за ваши ответы. Вы помогаете в развитии нашего направления. Пусть все видят, как по многим странам распространена технология Ведопульс. Я вижу, что вы из разных стран и используете очень разные методы. Для всего этого мы разрабатываем расширение в нашем Ведопульсе. Я как разработчик опираюсь на традиционную китайскую медицину. Основные, что я использую, принадлежат к пекинской школе традиционной китайской медицины. Вы можете задавать свои вопросы в чате, но по регламенту мы на них всех непременно ответим в завершении нашего вебинара. Традиционная китайская медицина, как понятно из названия, возникла в Китае. Но все вы прекрасно знаете, что Китай достаточно большая страна. Это по территории третья страна в мире. И на всех этих больших территориях развивалось два направления. Это иглоукалывание и прогревание точек. И вот эти два направления, они большее развитие получили в разных территориях Китая. Метод классического иглоукалывания, по-китайски называется джень, развился больше в южных провинциях. Метод прижигания по-китайски джю, он был более распространен в северных провинциях Китая. И сейчас мы разберем эти методы и эти направления более подробно. И сейчас мы будем говорить в деталях о этих двух методах. Начнем с метода джень. Иглоукалывание, этот метод, он традиционный и древний. Очень сложно сказать, когда впервые китайцы использовали первую иглу для этого метода. В Европу в основном пришел самым первым именно метод джень. И во многих европейских языках именно название метода джень, акупунктура, служит до сих пор обозначением этого направления. И в современном мире под термином акупунктура зачастую понимают очень разные способы воздействия на биологически активную точку. В узком понимании этого термина это именно иглоукалывание. В широком смысле слова к джень относятся и другие методы. Сейчас я их вам перечислю. К джень также относятся польцевое воздействие на биологически активную точку. Воздействие электрическим током. Электрическая стимуляция может быть посредством электродов, либо электроды крепятся уже к иглам, которые вколоты в биологически активную точку. На точку можно воздействовать пластинами из разных металлов. На точку также накладывают специальные шарики, которые в Китае называют цуба. И в последнее время создается много электромагнитных приборов для воздействия на биологически активную точку. И все они принадлежат категории джень. И в нашем приборном обеспечении, в видопульсе, мы под термином джень, под термином акупунктура, понимаем вот это расширенное значение слова. И сейчас перейдем ко второй части воздействия на биологически активную точку, к методу джю. К джю в узком смысле слова относится прогревание полынными сигарами, либо полынными конусами. В древности допускалось контактное прижигание, то есть раскаленной полынной сигарой касалось... сигара касалась тела. В нашей практике я встречал пациента со следами такого прижигания. Но даже в Китае и в странах Юго-Восточной Азии в настоящий момент не рекомендуют так делать и используют дистанционное прогревание точки. В широком смысле слова к методу джю относят еще многие другие факторы. К ним относятся в первую очередь светотерапия на различных спектрах. Может быть воздействие видимым светом, либо инфракрасным светом. Также на точку воздействуют специальными аппаратами, выдающие определенную температуру, которые не обжигают поверхность тела. К методу джю относят также цветовое воздействие. И у многих специалистов может сформироваться такое понимание, что метод джейн и метод джю, они разные. Но на самом деле эти методы джейн и джю выполняют одну связанную функцию, это борьба с болезнью. И специалисты традиционной китайской медицины очень часто комбинируют одновременно и иглоукалывание, и прогревание биологически активных точек. И это основано на том, что в традиционной китайской медицине есть такое выражение, что джейн открывает точки сюэ, а джю уничтожает ша. Под термином сюэ в Китае понимаются биологически активные точки. Под термином ша в Китае понимают любое патогенное начало, то есть саму суть болезни. И в Китае считается, что человек болеет всего один раз в жизни. Человек получает вот эту энергию болезни в детстве. И эта энергия проявляется в разных органах и системах по-разному. Сейчас нас слышно. Да, мы проверили звук, мы можем видеть ваши вопросы на чате. Пожалуйста, пишите на чате сейчас, это лучше сейчас или нет. Ну, и в основном, как слышно, не меня, а перевод. Окей, I can see much better. Thank you very much. Продолжим наше вебинар. Let's continue now. И вот эта энергия болезни, она переходит по различным меридианам. В основном этот переход осуществляется по циклу пяти элементов, по циклу усин. И задача специалиста по лечению, специалиста акупунктуры, повернуть назад движение энергии США. И именно на это действие направленный метод джейн иглоукалывания, как в узком, так и в широком смысле слова. А второе направление, метод дзю, он позволяет уменьшить интенсивность вот этой первичной болезни. То есть дзю уничтожает шах. And the second method, дзю, it destroys шах. It helps us to eliminate this initial root of disease. Именно исходя из этих позиций, очень важно комбинировать методы из категории джейн с методами из категории дзю. Именно поэтому аппаратом, сопровождающим наш ведопульс, является ведолазер. That's why, in our line of products, we have also laser devices, we call it VedaLaser. It allows us to combine these two methods, G and Dzu, in another device. Ведолазер оказывает пресс-акупунктуру, давление на точки. Воздействие лазером... VedaLaser gives you aqua pressure, I mean pressure on biological active points, laser influence on biological active points. И еще осуществляется микроионофорез, ионов серебра, электрофорез серебра. And also there is influence of silver, that is in the device exactly. Воздействие серебром – это своеобразная химическая дзю для точки. И очень часто в европейской традиции и в российской традиции забывают об вот этой взаимосвязи методов джейн и дзю. Unfortunately, in Russian and European tradition of using Chinese methods for treatment, practitioners often forget about this connection, about this inter-connection of these two methods, G and Dzu. But that is very important. И сейчас мы поговорим о диагностических методах. Now we are going to discuss different diagnosis methods. В древности не было таких чудесных приборов, как есть сейчас. Honestly, we don't have such fine instruments and tools like we are now. И специалисты полагались на свои органы и чувств, на глаза, руки. Но чтобы в совершенстве освоить диагностику, и все диагностические методы, на это уходило более 10 лет обучения. Основными диагностическими методами является это опрос. Расспрашивание является самым главным диагностическим методом. Врач узнает не только симптомы, которые есть в настоящее время, но и узнает, как развивалось заболевание с самого детства. Такие были заболевания. Обычно пациенты называют разные диагнозы. Using this method, you may know not only evidence signs of disease that the patient has now. You may also know his history of disease, how he feels starting, for example, from early childhood, what disorders he had in childhood and so on. И после такого нацеленного разговора можно уже с уверенностью на 80% поставить диагноз. And after such special talking to a patient, you may be sure at least at 80% that your diagnosis will be quite proper. У специалиста есть предположение, и он подтверждает его, осматривая и ощупывая пациента. В китайской медицине есть такие же методы, как и в европейской медицине. Осмотр цвета лица, кожных покровах. China medicine has the same methods as European medicine has, for example, estimating the color of a patient's face, of a skin and so on. Но есть методы, которые редко используют в европейской медицине, либо интерпретируют данные по-другому. К таким методам относятся диагностика по языку, диагностика по ушной раковине. И вершиной диагностики в традиционной китайской медицине, конечно же, является пульсовая диагностика. И ввиду этой исключительности пульсовой диагностики, очень часто в литературе можно встретить выражение, что не надо знать других способов диагностики, а можно заниматься только диагностикой по пульсу. It is really unique, and that's why in some literature you may see such a statement, that you don't need to know any other methods of treatment, of diagnosis. That's enough for you to know and to use only pulse diagnosis. But as for me, I won't recommend you to follow this statement, because results of our diagnosis methods, as for me, were really important also. Современные методы диагностики, они пошли по изучению отдельных частей тела и изучению биологически активных точек. Наиболее известные в настоящий момент – это электропунктурные диагностики, к ним относятся метод Фоля и Реодорако. Оба этих метода регистрируют электрические параметры биологически активных точек. Но в каждом методе есть свой набор биологически активных точек. Электрические параметры измерения точек относятся к, можно так сказать, джейн-диагностике. Но важно учитывать также и температурную чувствительность, и есть методики измерения и реакции на температуру. Самый простой метод температурной диагностики может сделать любой специалист, для этого ему понадобится либо полынная... Зажженная сигара подносится на один сантиметр к концевым биологически активным точкам. И по секундомеру засекается время, сколько пациент комфортно держит на этом расстоянии палец. Когда пациенту становится горячо, он убирает палец, и специалист, врач, засекает полученное время. Когда пациент скажет, что это очень холодно для меня, то вы должны убирать эту сигару, и практикционер будет estimating время на температуру. Таким образом замеряются все 12 меридианов и используются точки на правой ветве и на левой ветве меридиана. И анализируя эту сигару, то вы должны убирать эту сигару. И анализируя это время, можно выявить, какие меридианы в избытке, в какие в недостатке. Рефлексотерапия разработала метод дзю диагностики, основанный на поглощении определенного спектра биологической активной точки. И, конечно же, появляются приборы, которые хотят достичь того же совершенства. Что пульсовая диагностика в древности. В основном аппараты этого направления копируют древнюю диагностику. И пытаются снять информацию с рук. Most of such devices were trying to copy ancient method and trying to get all the information from the hands of a patient. Основной технический момент, основная трудность заключается в том, что надо регулировать нажатие на зону пульса и одновременно снимать несколько точек. The main difficulty here will be that it is necessary to regulate the strength of your palpation and you should influence at the same time several biological active points. И другой момент, что не всегда может, ну, можно специалисту даже владеющим пульсовой диагностики описать словами те ощущения, которые возникают при ощущении пульса. Another moment is that even a practitioner, a live person, not always can cope with the description of his feelings. He feels something, but maybe he is not going, he can't cope with this task in describing it in words. И все эти трудности и моменты пульсовой диагностики навели на мысль при создании вида пульса, что надо идти другим путем. All this situation was the reason for us to use another way of diagnosis. И у создателя вида пульса возникла гениальная идея. Она состоит в очень простой вещи, что если сердце не будет работать, то и не будет никакого пульса. And the author of our device, the author of VedaPulse, then had a bright idea. It was about the following. И таким образом вся информация, которую можно снять при классической пульсовой диагностике, она содержится в работе сердца. И поэтому в основе работы вида пульса лежит такая известная методика, как кардиоинтервалография. И анализируя, делая практические работы с этим методом, удалось создать наш аппарат. И сейчас он позволяет очень четко и достоверно считывать информацию, в том числе и о китайских меридианах. Конечно, у нас есть еще определенные технические задумки и направления в развитии. Но уже сейчас мы очень много можем сказать о человеке. Для меня, как специалиста в области иглоукалывания и традиционной китайской медицины, самое главное является баланс меридианов. И основываясь на данных меридианальной диагностики, в вида пульса есть состояние нормы меридианов, обозначенным зеленым цветом. Состояние избытка энергии, обозначенное красным цветом. И состояние недостатка энергии, обозначенными желтым цветом. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Также есть и числовые значения, именно можно измерить в цифрах и отследить от процедуры к процедуре эффект вашего воздействия любыми способами по биологически активным точкам. Также вы можете видеть, что здесь есть скала, и это важно для нас рассчитывать определенную цену энергии баланса каждого меридианта. По-моему, мы можем сравнить, как это изменится в динамике. Я использовал различные способы воздействия на точку, классическое иглоукалывание и прижигание. Я работал различными аппаратами по точкам и работал пальцевым надавливанием, как в физических методиках, так и в энергетических. И всегда ведопульс показывал реакцию организма и помогал мне в достижении здоровья пациента. И все вот эти данные, все эти моменты послужили отправной точкой для создания профессионального расширения акупунктура. И я хотел бы узнать у вас, у тех, кто присутствует на нашем вебинаре, у кого есть уже наше расширение рефлексотерапии, известное вам в английской версии как ТКМ. И я хотел бы узнать, кто из вас уже имеет акупункцию экстенцию или рефлексологию экстенцию. В традиционном английском версии, мы называем это традиционный чинизм медицин. Пожалуйста, вы можете поставить плюс на чат, чтобы узнать, если у вас есть. Поступил вопрос в чате, использую я лазер. Да, я, конечно, использую лазер, и это наш VEDA лазер. Мы ответим, конечно, на ваши вопросы все в завершении нашего вебинара. Наше расширение построено таким образом, что вы выбираете нозологическую группу и конкретное заболевание. Аппарат, основываясь на проведенной диагностике, составляет рецепт, который учитывает индивидуальную конституцию пациента по принципу трех ДОЖ. И также есть еще один уровень индивидуализации рецепта. Это использование информации о балансе меридианов. Рецепты выдаются на несколько дней, и в день мы рекомендуем воздействовать два раза. Первое воздействие направлено на симптомы заболевания в большей степени. А второй рецепт направлен на гармонизацию, на улучшение качества как конституции, так и меридионального баланса. Для каждого рецепта указано время, когда этот рецепт с биоритмологической точки зрения будет максимально активен. Вы можете следовать этим временным рекомендациям, можете и не использовать их. Использование временного, заданного временного коридора позволит увеличить силу рецепта на 10-15%. Также вы можете распечатать и сохранить данные рецепта для своего пациента, чтобы он выполнял эти рекомендации в домашних условиях. Когда я работаю с пациентом, я очень часто помечаю биологически активные точки на теле пациента, а он дома работает либо ведолазером, либо каким-то другим способом. Например, в моей практике, когда я работаю с пациентами, я часто помечаю биологически активные точки на теле пациента, для их влияния на теле, чтобы влияние, и в доме пациент использует ведолазер или другого устройства, чтобы влияние эти точки. Когда время работы рецепта попадает на ночное время, то можно сделать такую хитрую вещь. Sometimes this best appropriate time for this recipe, for particular recipe, may be at night. Перед сном пациент наклеивает на указанные точки семена различных растений, либо металлические пластинки. И во время сна, когда наступает это время, активируются определенные структуры, и точка начинает работать под воздействием семян, либо металлических пластин. Then after it, the patient goes to bed, as usual, and he is sleeping at night, but this point starts working in these best appropriate hours, because we influence this point by sticking grains or seeds to it. Вы, как специалист, можете рекомендовать использование не двухразового воздействия, а одного разового воздействия в течение дня. I see here are specialists and experts in this field also, and as a specialist, it's up to you to decide whether you'd like to use one-time influence a day for a patient, or you may use it twice. После того, как пройдены все рекомендации, необходимо снова записать диагностику ведопульса и, выслушав жалобы, выслушав и поняв динамику заболевания, либо дать новый рецепт, либо дать другие рекомендации. Другие рекомендации могут относиться к питанию, приема трав, приема ароматов. Это все, вы знаете, есть в нашем ведопульсе. You know, in our recommendations can be about diet therapy, about aromatherapy and herbs therapy. If you are our users, you know that VedaPulse gives you different opportunities and possibilities. Вы всегда можете скачать бета-версию с нашего сайта и посмотреть возможности, которые существуют в ведопульсе. У кого уже установлен ведопульс, просто включите его без ключа, и вы увидите все возможности. If you don't have our software yet, you may just try it on our website for free. There is a free trial demo version. You may download it and use it on your PC, just to estimate what possibilities VedaPulse has. Or if you already have our device and our software on your PC, then just try to use it without your activation key, without your USB key. It will start the demo version for you, and you will see all the possible tabs that can be in your software. Мы не стоим на месте и постоянно усовершенствуем наши модули. We are eager to develop and renew our expert extension. И в настоящий момент выходит глобальное обновление акупунктуры. Оно заключается в следующем, что расширен список нозологий. It has the following news inside itself. First of all, there is a wider list of nosology. It means more diseases. Также добавлена возможность формирования рецепта отдельно по категории «Джень» и «Дзю». Also, we added a possibility to give different recipes. One for «Дзю» and the second for «Джень». Также специально для наших иностранных пользователей введено более удобное просматривание номенклатуры точек. Also, we made more user-friendly our illustrations, and now you may easily go through it and find for biological active points. Так как мы работаем со специалистами со всего мира, то мы столкнулись с определенной трудностью. You know, we were working with experts from different countries in the world, and we had one difficult moment I would like to say about. В одних странах наиболее развитой и используемой является французская номенклатура, которую вы видите на экране в перечисление биологически активных точек. In one countries, the French tradition of naming biological active points is more popular, and you may see it now on your screens. It is how it looks now. Но другая часть специалистов акупунктуры использует англоязычную номенклатуру точек. Мы в первой версии объединили это, но многие наши пользователи давали свои рекомендации как лучше это сделать, и мы это внедрили в новое обновление. In our first release of acupuncture extension, we decided to combine these two naming traditions, but after it we got precious feedback from our users, and now we upgraded it. Также в новом обновлении сохраняется способ улучшения рецепта и использования его с позиции конституции трех ДОЖ и баланса меридиана. В рецепт добавлены так называемые открытые точки. Это биоритмологический подход традиционной китайской медицины. И, конечно же, сохранилась атлас биологически активных точек и возможность всегда найти и посмотреть нужную точку с описанием к ней. Добавлена также функция редактирования рецепта. Вы сможете удалять из рецепта точки и добавлять их по своему усмотрению. Мы планируем представить вам это расширение уже в сентябре. Для тех, кто уже имеет реакупунктуру, это обновление будет бесплатным. Для тех, кто еще раздумывает, приобретать ли это расширение, у вас есть уже меньше месяца для его покупки. И лето, когда многие отдыхают, наша компания работала очень интенсивно. И осенью вас ждут еще много новинок. И я хочу представить одну из новинок. Это приложение называется биоритмология. Оно пока доступно только русскоязычным пользователям, но я вкратце расскажу о нем. В приложении реализован классический китайский биоритмологический подход. Используются два подхода. Это открытые точки двенадцати меридианов. По-китайски называются дзи-у-лю-джу. Мы используем два различных подхода. Первый подход основан на использовании точных меридианов. Мы называем это дзи-у-лю-джу. И второй подход называется ленгуи-ба-фа. И второй подход называется ленгуи-ба-фа. Он основан на работе с точками-ключами чудесных меридианов. Эти биологически активные точки, они будут связаны с открытой точкой текущего дня. И также с личной точкой, которая работает у человека и зависит от дня его рождения. Кто глубоко знаком с китайской биоритмологией, всегда может выбрать необходимые по энергии день и рассчитать в этот день необходимые ему точки. И всем вот этим моментом работы с биоритмами я буду обучать вас, рассказывать вам. Задавайте свои вопросы, пишите нам письма по электронной почте, что бы вы хотели услышать. И перед ответом на ваши вопросы я хочу поделиться частью своей практикой. Некоторыми такими изюминками рефлексотерапии российской школы. Первый метод – это метод приостановки любого заболевания. Он основан на работе по технологии магических треугольников. Используются вместе три точки. Вы их видите на экране. Сначала используются точки на кончиках пальцев. Это основание треугольника. Это первая точка канала толстой кишки Шан-Ян. И одиннадцатая точка канала лёгких – Шао-Шан. На эти точки осуществляется надавливание своим ногтём. Либо пациент сам надавливает ногтём от 30 до 50 нажимов. Вершиной этого треугольника является четвёртая точка канала толстой кишки. Хэгу. Её мы массируем в течение трёх-пяти минут. Сильно давить на хэгу не надо. Вы придавили, получили ощущение, а потом постепенно отпускаете точку. Должно быть лёгкое ощущение распирания, покалывания, либо отдача ощущений по руке. И помните такой момент, что чем меньше ваше физическое воздействие, тем больше энергетическое воздействие, и тем сильнее включится в работу канала. И эта методика позволит на несколько дней остановить развитие заболевания, его интенсивность. Следующая методика направлена на усиление иммунитета. Основанием треугольника является тринадцатая точка по каналу мочевого пузыря фрейшу. Эта точка является диагностической точкой из категории шу для канала лёгких. Мы называем эту точку фрейшу, и в шу-поинтах она ответственна для диагноза в лунг-чанале. На ней мы работаем от трёх до пяти минут той же техникой, что я рассказал для хэгу. И прежде чем работать на этих точках, надавите справа и слева, и начинайте работать на той точке, которая менее болезненна. Вершиной треугольника является четырнадцатая точка по заднесрединному меридиану, даджуй. На ней мы работаем также от трёх до пяти минут. Этот рецепт хорошо помогает при простудных и бронхолёгочных заболеваниях. Рецепт также помогает усилить ваш иммунитет и предотвратить заболевания. Если вы будете раз в неделю проверять эти точки и работать в течение недели при их болезненности, то ваш иммунитет будет более сильным, вы будете меньше болеть простудными заболеваниями. И сейчас мы переходим к ответам на ваши вопросы. И сейчас мы готовы ответить на ваши вопросы в конце концов. Окей, давайте посмотрим, что у нас есть на чате. От начала. 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 о пациенте, о развитии состояния через время по центре локации и сравнении показаний. Ну, пока переводим. Ничего. Окей, первая вопрос. Это про перевозку, если вы не правы. Как вы считаете, как вы считаете прогрессу в период времени от пациента и как вы сравниваете разницу? Как сравнить то, что было в динамике, то, что будет? Он думает, что в результате надо больше исторического сравнения, чтобы образ жизни и события влияли на картину. В настоящий момент вы можете это увидеть, переключаясь между различными диагностиками. Сегодня, чтобы сравнивать динамику из одного к другого, вы можете видеть это просто переходить из одного к другого. Пойте внимание, экран будет так же. Например, если вы открываете индексы и переходите к другому предыдущему, то вы увидите опять индексы из этого пациента. Какие-то свои замечания, симптомы у пациента вы можете вносить в раздел заключения, и они там будут сохраняться. Вы также можете написать нам свои развернутые пожелания на эту тему либо на другую, и мы обязательно рассмотрим их на момент внедрения в нашу программу. И также не забывайте что вы можете написать все свои идеи и предложения к нам и мы представим их в наш РНД и мы анализируем как имплемент и как сделать наш software лучше. Потому ваш feedback очень важный для нас. Окей, Следующая вопрос. Объясните, пожалуйста, разницу между Сю и Ша. Could you just explain Сю и Ша? Это по-китайски биологически активная точка. То есть метод Джейн открывает биологически активные точки, делает их более активным и они работают для улучшения нашего здоровья. So Jane Neffert opens these биологически актив points and these points they are becoming more active for healing for getting our health improved. Termin Termin Ша относится к основе заболевания это энергетическая основа болезни. If we are saying Sha we mean the basic of disease. Китайцы считают, что один раз попав в организме Sha находится с нами до нашей смерти. Но интенсивность этой энергии можно уменьшить работая методами дзю прогревания точек. Окей, спасибо. Давайте дальше. Yes, I use laser pen. Let's go next. Модуль ТКМ стоит 600 долларов. Галина пишет, что я думаю, что нам нужно показывать левые и правые соотношения между регионами. В настоящий момент мы решаем этот вопрос, уже пробуем несколько вариантов решения этого вопроса. Сегодня мы работаем на эти вопросы, и у нас есть несколько идеи, как имплементировать это в софтвере. Спасибо вам снова. Когда мы окончательно выявим из наших задумок, которые лучше всего отражают состояние правой и левой ветви меридиана, мы это внедрим в нашу программу. After choosing the best variant of representing the correlation between the left and the right branch of Meridian, we are going to implement it into our software. Okay, I think we have already answered about release of the previous version and the next version date release. Let's go next. Как мы узнаем, когда новая версия появится? Вам... То есть... Окей, good question. How do we know when the new version will be downloaded? У тех, у кого уже есть этот модуль, вам придет письмо. People who already have this module, this Reflexology extension, previous version, they will get a notification via e-mail. Также будет рассылка по всем пользователям, которые не имеют данного расширения. Also, there will be a mail for all our users in our base, like a news. Even if you don't have this extension, you will get this notification via e-mail, if you are our user. Ну, и также вы можете сами смотреть и читать новости на нашем сайте. Also, it's up to you to read our website, if you'd like, in a news tab, where is all this, all the new information for us. Ну, скажи, что мы это работаем. Окей, the idea about automatical notification about updates. Thank you, Richard. Can the company figure a way to reflect ReignDue and possibly five element suggestions? Да, это возможно, но в первых версиях мы уделили больше внимания работы с энергетикой 12 меридианов. Yes, it is possible, but in our first releases, in first versions, we decided to pay attention mostly to the energy of 12 меридианов. Именно баланс 12 меридианов позволяет создавать очень эффективные акупунктурные рецепты. Because it is exactly the balance of 12 меридианов that allows us to create really effective recipes. Баланс по пяти элементам у нас стоит в плане для дальнейших релизов. We have plans for five elements balance to implement it into our software in next releases. Thank you. Биоритмы действительно увлекательные. Действительно, я понимаю, что хорошие плохие дни для занятий вы можете, но как переезд из дома, начало проекта и так далее. Ну, начитай, я отвечу на этот вопрос. Биоритмы действительно увлекательные. Я понимаю, что вы можете проводить хорошие и плохие дни для занятий, например, уходить дома, начать проекты, etc. Эти техники относятся к китайской энергетике, но они не задействуют биологически активные точки. Поэтому я знаю, как ответить на ваш вопрос, но он не относится к данному программному обеспечению. Если у вас в этом есть большая потребность, то вы можете написать сегодня свою дату рождения и когда вы планируете переезд. Я лично вам отвечу на этот вопрос. Если у вас есть специфика, whether it's a good day for moving or starting an important project, то я готова ответить на ваш вопрос. Если вам нужно дать им свою дату, а то, что вам нужно помнить. Следующее. Если вы используете лейзер-пен, то какая дистанция до кожи? Если вы используете каску, то настолько отхожен контактик. Аппарат VEDA PULS работает только при контакте с кожей. Там есть определенный штырек для контакта с кожей. Если этого контакта нет, аппарат работать не будет. Если нет контакта с кожей, то лейзер-пен не будет. Мы нужны лейзер-пен, в меридиан-чат, лейзер-пен. Если у кого-то низкая энергия в рекомендациях, у нас только название болезни? Да, у нас только название болезни. Но в новом расширении появится возможность работать без названия болезни. Да, сейчас это только название болезни, но в новом релизе, о котором я рассказывала сегодня, будет возможность работать без этой нозологии, без болезни. Только на основе данного состояния диагноза. То есть эта опция носит название нормализация функционального состояния. We call this feature, this option, a normalization of functional state. Let's go next. Что-то без конца. Is there an easy correlation somewhere to determine balance between the NS and CNS? Существует ли такая корреляция где-то определить баланс связи между автомобилями на системе и центральной системой? Да, такое существует. Это раздел... Да, спектр. Это раздел спектр. И показатели VLF, HF и LF. Вспомните то обучение, которое дается в начале пользования Сведопульсом. Если вы его не проходили, закажите прохождение обучения. Yes, you may go through user manual that is inside software to answer such questions about different apps. And remember your education session that you had when you bought device. And if you didn't have education training session via Skype, you should go through it. It is really necessary to walk with our device. Как глубоко проникнуть под кожу в виду лазер. The next question from Caleri. How deep inside from SkinVedalizer goals? В виду лазере используется красный спектр. Глубина проникновения красного лазера составляет 3-5 см. Но для работы с биологическими активными точками достаточно проникновения 1-2 см. But to walk with biological active points, it is enough of 1-2 см. And one more question. In question step, if there is any chance you will incorporate REN and DUE diagnostic in the main and extension units, also by filament diagnosis. Okay, it is the same, I suppose. What about 5 elements, 5? 5 elements, 5, 5, 5, 6, 6, 7, and 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, and 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 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 10, 9, 10, 10. Я уже говорил, что про 5 элементов мы работаем, но баланс по 5 элементов больше нужен для работы с травами, с ароматами и с питанием. И над этим идет работа. Yes, as I said earlier, we've been working on 5 элементов balance, but it is more connected to diet, to herbs, to aroma treatment, and we are working about it. Thank you. One more question. Can you use the laser pen to treat mommy oils, Ayurvedic points? Можно ли использовать ведолазер для лечения марма в зонах? Да, конечно, можно использовать ведолазер по точкам, по мармам Айурведы. И часть ответов на этот вопрос вы узнаете, как их использовать в вебинаре, который прочитает Олег Викторович уже 26 числа. Yes, sure, you may use laser pen, the laser device, to treat the mama points. It is a possible way of influence, and you will get also information about it during our next webinar, that is going to be held in English on the 26th of August. Our leader, our director, and the author of our device, Alex Sorokin, will read it. It will be devoted to modern perception of sub-doshas, exactly to Vata sub-doshas. And it will be only the beginning of the series of webinars. There will be three of them, about Peter and Kappa sub-doshas also. Okay, thank you. Thank you, dear colleagues. Do you have more questions, please? Скажи, что если мы кого-то забыли, пусть повторят вопрос. Please, if we accidentally lose some questions, would you be so kind to repeat it again, to write it again on chat? Скажи, если кто-то хочет что-то написать, просто плюсик поставят, и мы подождем. And if you're afraid not to get in time, and you'd like to write a long question, just type a plus, just write a plus now on chat, and we'll understand, and we'll be waiting for you. Also, dear Richard, thank you for your time and patience. Yes, we appreciate that you stayed with us, in spite of our little sound problems in the beginning. Благодарю вас за участие в нашем вебинаре, за ваши замечательные вопросы. Надеюсь, что мы будем долго и плодотворно сотрудничать. Всего вам доброго, до свидания. Dear colleagues, thank you for your attention today, thank you for your participants, and I was really glad to see you all here. It is important for me that we begin to have such a cooperation through webinars platform, and I hope, I'm looking forward for our next meetings also. Thank you and goodbye. I'm Anastasia, and I'm representative of technical support department. Maybe some of you know me. Today I was your voice here in English, and I'd like to say you just one thing about our new educational possibilities on our website. Some of you may be already know about it. We've got a new educational project on our website. We add the webinars, different archives, useful materials for you there. And to get access, you should be registered as a user. To do it, please follow to our website, weatherpulse.com, and there is a support tab. You will be able to register. Just register. It is free, but it will allow you to get access to our system. And I hope it will allow you to get more answers on your questions, and will make your communicating with our device even more pleasant. Thank you. Now that's really all for today. Goodbye. Have a nice evening. I'll see you next time.